Полиморфик Всем привет! С вами Полиморфик! Для того, чтобы отпраздновать годовщину первого контакта между людьми и инопланетянами в истории Star Citizen, облачные имперцы посвятили неделю инопланетянам. Начинается она с сегодняшнего дня. Во вселенной Star Citizen 12 июня 2438 года состоялся первый контакт между человечеством и разумной инопланетной расой под названием Бану. В этот день исследователь прыжковых точек Вернан Тарр наткнулся на корабль Бану в системе Девиана и по ошибке открыл по ним огонь. Тарр передал свои координаты Организации Объединенных Наций Земли, и делегация во главе с генералом Нилом Соколовичем была отправлена туда для налаживания контакта. В течение этой недели игроки смогут купить инопланетные корабли и апгрейды на них. Обратите внимание, что корабли продаются с 6-месячной страховкой. На данный момент можно купить апгрейд со скидкой в 20 долларов на Бану Дефендер и Бану Мерчантмен. Также обратите внимание, что эти апгрейды Warbond Edition, и их можно купить только за реальные деньги. Эвакати начали тестировать патч 3.10. Из нововведений добавлены варианты мобигласа. Это дает игроку возможность поменять свой мобиглас на другой, с различными цветами. Игроки смогут приобрести их в новом магазине Factory Line, который находится в Нью Бэбидже на Майкротеке. Кривые эффективности двигателя теперь резко изменяют работу двигателей кораблей в разных атмосферах. Они теряют свою эффективность и становятся намного слабее. Совершать различные маневры в атмосфере теперь будет не так легко, как раньше. Также двигатели теперь не сразу будут реагировать на изменения в ускорении. Корабли будут казаться намного тяжелее. У кораблей теперь есть индивидуально смоделированные аэродинамические поверхности, которые вносят различные небольшие силы в движение корабля. В результате вы получите гораздо более реалистичный и приятный полет, а также значительно более детальную симуляцию. Ожидайте много тонких уникальных характеристик полета, которые придадут кораблям гораздо больше характера. Корабли с крыльями теперь могут делать ровные повороты и выполнять различные маневры. На полет кораблей теперь будет сильно влиять ветер. И также хрупкие детали теперь будут влиять на аэродинамику. Поэтому если отломить крыло, корабль больше не сможет лететь прямо. Корабельные системы теперь будут страдать от последствий движения на высокой скорости. Это подтолкнет игроков к полетам на более низких скоростях. При полетах с выше допустимой скорости будут блокироваться ракеты и пропадет точность попадания из оружия. В игровые магазины добавлены раскраски для кораблей. Их можно будет купить за Альфа-Уеки, в магазинах Дамперс Депот и Омега-Про. Применяются на корабли также при помощи Моби-Гласса. Теперь будет различная температура на планетах днем и ночью. Гримхекс теперь расширенный и обновленный. На планетах и лунах в Star Citizen на данный момент отсутствуют какие-либо животные. Но это в скором времени может измениться, так как разработчики занялись настройкой процесса добавления животных в игру. Нам уже показывали концепты мелких животных, космических коров и китов. И в настоящее время разработчики сосредоточились на хищниках. Они выбрали несколько архетипов поведения настоящих животных. Львов, медведей, тигров, волков и так далее. Они разрабатывают огромное количество концепций, большинство из которых в игру не попадут, но будут способствовать развитию мышления и творчества. На данный момент они сосредоточены на двух хищниках. Это пайрокраб, который может быть принят за кучу камней, игроки его не заметят и подойдут слишком близко, что может привести к фатальному исходу. На картинке мы видим огромную королеву с биолиминесцентными щупальцами. Вторым хищником будет своего рода генетически модифицированный медведь. Обитать он будет на майкротеке. Он будет выглядеть как огромный старый медведь или что-то типа Йети. В патче 3.10 будут доступны новые локации, а существующие локации будут улучшены. В Нью Бэббидж будет добавлен новый магазин под названием Factory Line. Это флагманский магазин майкротека. Здесь будет продаваться все самое лучшее из того, что производит корпорация Майкротек. В этом магазине мы сможем приобрести обновленный моби-глаз, контактные линзы и сим-поды. Это капсула виртуальной реальности для Star Marine, Arena Commander и Театра Войны. Эти товары будут расположены на коммерческом этаже. Попасть туда можно будет, пройдя по стеклянной лестнице, которая находится посередине большого просторного лобби. Магазин Factory Line будет разделен на три уровня. Ресепшн, выставочная зона и амфитеатр. И выполнен в минималистичном стиле хай-тек. По всему Стентону будут добавлены или улучшены разбитые корабли. Разработчики хотят, чтобы эти корабли несли в себе какую-то историю. Они были лучше интегрированы в местность, обновлено освещение, добавлены камни и грязь. Теперь эти заброшенные корабли будут сливаться с любым биомом. Также они смогут защитить от погодных условий и дать вам, например, согреться. Разработчики хотят, чтобы в Гримхексе игроки могли выполнять больше незаконных сделок. Они добавили область, посвященную гонкам. В ней будет расположен магазин, киоски для ставок, экраны для отображения информации о гонках и огромные окна от пола до потолка для наблюдения за гонками, которые будут проходить между астероидами. В качестве букмекера туда будет добавлен люк-бренд. Скорее всего, он будет и мишен-гивером. Ваши мысли, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Ставьте лайки или дизлайки для помощи в продвижении канала. Помочь каналу финансово вы можете пройдя по ссылке в описании. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Удачных вам покупок на этой неделе и до скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok